всем привет мои хорошие с вами кемри и сегодня мы с вами будем кушать господи вот эту вкуснотищу напиток у нас будет от подписчицы если вы смотрели распаковка посылки от подписчицы то вы наверно знаете о интересно никогда не пробовала и так у нас здесь куриные сердечки которые я обожаю просто но их к сожалению у нас отдельно не продают их продают вместе с печенкой обожаю куриные сердечки пока жарила 5-6 штук села я сначала пожарила сердечки а потом уже крылышки поэтому обжора во мне не спал еще здесь у нас огурчик я кстати забыла вам сказать что когда я получила посылку от подписчицы может вы думаете что я просто взяла у нее подарок развернулась ушла на самом деле нет я тоже есть сделала подарок я подарила ей серебряную цепочку когда папа увидел это видео сегодня утром помогают господи ты так радуешься я горит когда приеду из россии я тоже соберу горит такую посылку и привезу тебя я горячу что нет я прям руками буду кушать с вашего позволения столько всего есть в россии то что я хочу купить из косметики из техники например камеру канон j7x у нас например нет я поражаюсь что у нас в азербайджане так много магазинов техники и во всех этих магазинах почти одно и то же нигде нету нормальной камеры вы заходите например в какой-то магазин хотите купить камеру и там у вас три-четыре вида камер в огромном магазине трехэтажном вообще выбора нету сколько мы спать и искали камеру canon j7x нигде нету и заказать нельзя это влоговая камера маленькая но очень мощная большинство топовых блогеров снимает на эту камеру естественно я тоже хотела ее купить как раз когда искала телефон я думала взять телефон или взять камеру потом так получилось что я не нашла я взяла камеру и взяла телефон но телефон влоги снимает так себя я работала в магазине техники я один раз увидела как снимает gopro я была в шоке от того что как ужасно снимает правда это экшн камера то есть там нету проблем с фокусами все дела но все равно это ужасно мне вообще не нравится давайте немножко пройдемся по историям я вчера получила огромное письмо от девочки на мой инстаграм она рассказывает о том что ее отец очень сильно выпивает и порой ей стыдно за него чтобы я рассказала про эту историю вы в комментариях написали о том что следует делать в таких случаях куда обращаться как может кодируется у меня никогда у отца таких проблем не было он не курит не пьет если даже папа выпьет он просто приходит домой ложится спать у него нету такого что он начнет например буянить как-то спорить с кем-то драться он умеет пить он пьет в меру я этому очень рада потому что меня жутко раздражают мужчины которые пьют а потом не умеют себя вести и начинают позорить на свадьбе моего дурного брата один парень выпил подрался с другим и это как бы сказать омрачило свадьбу вот зачем такое делать это счастливый день двух людей зачем вносить скандала да и в деревне у нас есть сосед он тоже как выпьет все неадекват начинает распускать руки припоминать жене ее бывшего он как столько выпьет вспоминает про такие вещи у него ревность и ладно бы просто буянил так он еще руки распускает слава богу у нас такое не наблюдается мой парень тоже не пьет даже пиво даже не знаю квас не пьет не курит я рада этому так как я сама не употребляю спиртные напитки мне бы было очень неприятно если каждый вечер мой муж будет приходить домой пьяный в холан и дело не в том что мой парень он религиозный из-за этого он не пьет нет просто он это объясняет тем что ему не доставляет кайф именно пить одно дело пьет но в меру например как мой отец а другое дело вообще не пьет у нас в деревне была другая соседка ее отец всегда пил неадекватно себя вел и когда она выходила замуж все соседи за спиной говорили да вот дочка такого-то алкаша конечно неприятно кому это будет приятно вообще если взять среди моих родственников особых таких алкоголиков нету у меня соседи сверху ругаются соседи сверху там прям мочилово ребят в общем девушка очень молодая наверное ей где-то 25 у нее двое детей и у нее муж я сначала думала что это отец и я что-то сказала мы ругались с ними я не знаю вам рассказывала или нет я очень извиняюсь ребят мне иногда так получается что я рассказываю одну и ту же историю два раза я просто не помню вот сейчас история я не помню я ее рассказывала или нет в общем ситуация была такая каждый раз у нас на балконе куча просто чая листьев чая кто-то берет заварку и выбрасывает через балкон просто настолько культурные люди уже выбрасывает заварку через балкон прикиньте и нам просто это надоело сколько можно мыть свой балкон а сверху опять кьется понимаете каждый раз когда они пьют чай мы страдаем и мама уже не выдержала поднялась на их этаж и предъявила мама говорит ну неужели нельзя выбросить в мусорку в туалет да куда угодно что через балкон это все кидать и она начала короче вы кто такая вообще пришли сюда я ничего не выбрасывала мама говорит а кто тогда потом второй раз то же самое мама опять поднимается в общем выяснилось так что это оказывается соседка еще выше потому что один раз так получилось что ее балкон весь был в листьях чая мы проанализировали и поняли что эта соседка еще выше внизу у нас дворником работает бабушка ей наверное лет 65 и пожалел бы хоть кто ее труд у нас как бы двор огорожден получается они выбрасывают с балкона это все падает во двор а двор то как раз таки подметается этой бабушкой нет никакого уважения к чужому труду вот и получается что наша соседка сверху показала что ее балкон тоже в листьях мама сказала ну извините давайте вместе поднимемся вот к этой дуре которая еще выше поднялись разобрались разошлись в следующий раз в лифте встречаем ее мужа я думаю что это отец потому что на первый взгляд ему 50 с лишним оказалось что это муж и муж такой предъявляет вы почему с претензиями приходите к моей жене а куда она сразу в полицию обращаться если бы вместе не поднялись и не объяснили бы соседке что так делать нельзя это бы продолжалось по вечность в том и дело что женой разобрались все окей муж такой как бабка старая лезет обожаю куриные сердечки если вы никогда не ели обязательно попробуйте это и получается муж такой предъявляет в лифте моей маме я тоже там что почему вы предъявляете моей жене мама объясняет вот такая вот ситуация что нужно делать какая бы ни была ситуация не надо подниматься к нам и что-то объяснять короче ужас потом прошло время они сами начали здороваться я тоже думаю ладно я просто считаю что к ней не поднялся мой отец с предъявами поднялась моя мама женщина женщины выяснили что это оказывается соседка еще сверху что здесь такого что здесь криминального зачем из-за этого раздувать скандал потом как-то я встретил соседку я такая говорю ваш отец в прошлый раз говорю вот так вот предъявил моей маме она такая это не отец это мой муж я такая извиняюсь извиняюсь в общем ребят на этом все спасибо что досмотрели до конца если вы до сих пор кушаете желаю вам приятного аппетита с вами была Эмили всем пока